Всем желаю доброго вечера. Меня зовут Надежда Савельева. Это вечерний эфир на телеканале Абакан-24. Впереди 30 минут замечательного эфира с прекрасным гостем. И спешу вас познакомить. Это Ачир Такая, заслуженный артист Республики Калмыкия. Дело в том, что к нам приехали гости. У нас стартует неделя больших гастролей Национального драматического театра имени Баатра Басангова. Не в первый раз у нас артисты приезжают. В этот раз порадуют нас тремя постановками. И напомню, что показы... Возможно, кто-то впервые слышит, что показы спектаклей проводятся в рамках обменных гастролей с Хакасским национальным театром драмы и этнической музыки Читыген. И творческая делегация театра приехала к нам сегодня для того, чтобы презентовать три замечательных спектакля с 25 сентября по 27 на сцене Центра культуры имени Кадышева будут выступать артисты. Сегодня поговорим о том, какие постановки привезли к нам. Подробнее остановимся. И у нас в гостях как раз таки актер, который играет главную роль в одной из постановок. Это классика, это горе от ума Александра Грибоедова. И в Абакане, конечно же, премьера состоится. И хочется уже узнать и познакомиться. Ачиры, добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам, что нашли время посетить нашу студию. Очень приятно. У нас впереди полчаса. И хочется за этот короткий период вообще подробнее узнать, что приготовлено для жителей Абакана, Хакасии. Узнать подробности о постановках. В том числе, ну, конечно же, больше всех нас волнует горе от ума. Александр Грибоедов. Все читали, все помнят и школьные программы. Что же они там придумали. Да-да-да. Интересно, да. Режиссер Борис Манжиев. Спектакль будет на калмыцком языке с синхронным переводом на русский язык. Возрастное ограничение 12+. Хочется узнать. Вы у нас играете главного героя Чацкого. Чацкого. Да, друзья, 226011. Кстати, телефон нашей студии. Можно звонить, задавать вопросы. Быть может, у вас будут какие-то или просто какие-то слова благодарности. Потому что дело в том, что артисты у нас не впервые в 2020-м же году в рамках федеральной программы приезжали большие гастроли. И представляли тоже несколько спектаклей. Предлагаю подробнее остановиться на трех спектаклях, которые в течение нескольких дней будут у нас в Абакане. Горе от ума. Александр Грибоедов. Классика. И вы играете Чацкого. Давайте расскажем про эту постановку. Почему ее привезли? Ну, во-первых, кстати, потому что она у вас свежая. Ей буквально год. Хочется узнать, да, как вообще ваши зрители, ваша публика восприняла классическое произведение на сцене театра. Вот. И как вообще планируете? Ну, то есть, какую реакцию ждете от наших зрителей? Ну, да, в прошлом сезоне была премьера данного спектакля. Ну, естественно, конечно же, у нас зритель очень любит театр посещать. И такую, мне кажется, ну, очень смело замахнулись мы на классику. Это все-таки классика. Это бессмертная классика. Горе от ума, который поставлен был уже в различных интерпретациях. То есть, и поэтому всегда это большой вызов, особенно для режиссеров. Ну, и для актеров, так же и для режиссера. Как же мы покажем, каким образом мы хотим рассказать эту же самую историю, только по-своему уже. Ну, пример прогремело. Народ воспринял очень хорошо. Самое главное, что понятно. Перевод, кстати, шикарнейший, потому что этот перевод был еще сделан очень давно, еще в советское время, нашим народным поэтом Санжи Каляев. Вот. То есть, еще и перевод такой шикарный на колымыцком языке. И, то есть, было очень, народ боялся, ну, если честно, и мы боялись, что, может быть, как-то они воспримут горе от ума, такую классику и на калмыцкой сцене, еще и на калмыцком языке. Но все прошло хорошо. И, по крайней мере, вот сезон работаем уже, пока ходят, пока ходят. А чем отличается ваше горе от ума? Ну, мы всегда любим, мы, да, мы актеры и режиссеры, всегда любим говорить, что вот у нас свой, вот он. А чем отличается? Нет, ну, отличается, я имею в виду, наверное, больше не в том плане, что мы все поменяли, там, понятное дело, в самой пьесе, как говорится, поднимаются такие вопросы, которые, в принципе, и в наше время актуальны. То есть, по сути, мы оставили всю ту же самую идею фамовского общества против чадского, то есть, против нового общества, то есть старое, которое уже закостенелое общество, всегда, всегда же часто как-то конфликтует с какими-то, с людьми, которые немножко вот по-новому рассуждают. Ну, да, и в наше время, да, пенсионеры. Вот, то же самое, да, то есть... А вот мы раньше жили так, а вот неправильно. Вот неправильно, и вот то же самое, да, ну, и любовь, конечно же, потому что это уж точно, уж навечно всегда будет. Вот, ну, у нас постановка, не знаю, она у нас своя, наверное, каким-то, может быть, скалмыцким колоритом. Это, возможно, очень неожиданно, наверное, для многих в другую жизнь. Как выражается в этой постановке калмыцкий колорит все-таки? Ну, я все-таки думаю, мы не поем там на калмыцком и не танцуем калмыцких танцев. Я одеты мы классически. Я все-таки считаю, это все-таки национальная, все-таки вот здесь душа, как-то сердцем, все равно мы немного и по темпераменту отличаемся от многих же, ну, как и мы все, как хакасы, калмыки и так далее, и так далее. Все мы все равно отличаемся именно своей вот этой национальной принадлежностью. То есть именно этот национальный колорит, я думаю, и добавляет что-то, какую-то свою изюминку такую, наверное, в спектакль. Можете немного про свою роль рассказать? А вам были ли какие-то сложности, близок ли вам герой? Ну, вот бывает, что актеры говорят, что актер настолько, что роль настолько близка, что герой настолько близок, что им не составило труда, например, сыграть. А бывает, наоборот, говорят, что это вообще полная противоположность, но мне было так интересно вообще в это все погрузиться и быть вот таким вообще противоположным от меня. Вот как вы считаете, Чацкий и вы, есть какие-то у вас схожие черты, и что пришлось вам, ну, может быть, поработать над собой в какие-то моменты для того, чтобы полностью погрузиться в роль Чацкого? Ну, я не знаю, у всех, как говорят, у актеров есть, каждый использует свои методы в работе. Для меня не то, чтобы, я не скажу, что прямо было просто. Я вообще, в принципе, всегда испытываю в любой работе, в любой работе над ролью, испытываю всегда сложности, потому что всегда хочется что-то найти в нем, что-то свое. Всегда для меня очень важно в этой роли, в новой роли, неважно, дают какая-то там большая, маленькая, найти что-то такое, что-то близкое, как вы говорите, да, что-то общее с этим персонажем, как-то понять его, оправдать его, каким бы он ни был там подонком или очень хорошим, позитивным и хорошим, добрым человеком, все равно что-то ищешь свое, что-то близкое, как-то понятное для себя, почему вот он именно в данной ситуации именно так поступает, почему он... И то есть находишь какие-то оправдания, оправдываешь его действия. И не знаю, ну я испытал сложности, да, во-первых, Чацкий все-таки, как-никак, все равно это тоже сидит классика, Чацкий. Я был в момент, я уже думал, может, в интернет зайти, посмотреть на других Чацких, как они, но все-таки сдержал себя, потому что все равно начинает... Чтобы не топировать случайно, да? Да, потому что все равно вдруг как-то невзначай, да, она непроизвольно может спроецировать это уже, где-то заметил, увидел что-то, поэтому я как-то так постарался, не стал смотреть другие постановки. Ну, было сложно, но интересно. Мне всегда сложно и всегда интересно. А вы какие-то, ну, может, позаимствовали в процессе черты, опыт какой-то после того, как сыграли этого героя? Но все равно же после каждой роли чему-то учишься и что-то новое для себя познаешь, и в том числе и жизненный опыт покажешь, да? Ну, самое главное, я считаю, вот, что в Чацком, вот, почему вот он такой, у меня вот он, ну, я не знаю, как у других, вот у меня вот он человек, который, ну, грубо, он не изменяет себе, не изменяет своим взглядом, он не поддается чужому мнению. Я вот, допустим, вот, кстати, хороший вопрос задали. А у вас есть какие-то схожие? Вот, не схожие, а вот, наоборот, научился, может быть, что-то взял. То есть у вас все-таки... Я все-таки человек такой, который я иногда поддаюсь чужому мнению, поддаюсь. Можете. Да, влиянию чему-то. Как-то мне скажут, вот, не надо так, я думаю, а, ну, не надо. Прислушиваетесь, да? Да, то есть такой. А там такой не пробиваем. А там нет, все, вот он стержень, да, вот у человека есть характер, нрав, все, вот он, я говорю, вот, буду все. Мне это не нравится, мне нравится вот так вот. Вот черное – это белое, белое – это черное. И вот его не переубедишь. И он в этом, он этим и привлекает. Привлекает и всех, и зрителей, и героев тех же. То есть вам симпатизирует вот это качество, и вы для себя где-то что-то. Ну, в какие-то моменты уже тоже стали себя так приобретать. Да, вообще, я считаю, мне кажется, это очень хорошее качество в жизни, в принципе. Нужно иногда где-то, да, на компромисс идти, но если уж хочешь что-то в своей жизни, чего-то добиться, мне кажется, нужно прямо вот так и делать. То есть никого не слушай, выполняешь свое. Что скажете об актерском составе, кто еще играет с вами? Немножко расскажете? У нас, кстати, там на центральных ролях совсем, можно сказать, такие молодые артисты. Они вот буквально тоже не так давно... Тоже вот первый сезон только они отработали. Вот сейчас будет второй сезон, они закончили «Щуку», совсем молодые. Вот, опыта набирается, и тут же их сразу в такую большую работу задействовали. Но ребята не растерялись, не растерялись. Ну, школа есть школа, как говорится. Ну, и талант, конечно же, присутствует. Ребята не растерялись. И сделали очень уверенно и очень убедительно. Вот. Ну и вообще состав хороший получился. Самое главное, что состав такой еще получился. Бывает же еще среди актеров, вот именно, бывает химия. Вот иногда бывает, когда ты часто с этим человеком работаешь в спектаклях, и у вас уже, у вас уже, я не знаю, как это объяснить. Да, есть какая-то связь. Да, сразу понимает, неважно, в каких вы ролях, но у вас есть какая-то вот эта химия между вами, что сразу зритель все видит и понимает, и он не может глаз оторвать, вы работаете. Иногда нет, вы редко с этим человеком работаете, и вот бывает как-то, пытаешься подстроиться под него, чтобы у вас диалог получился живой, по крайней мере, настоящий диалог. Ну а здесь с молодежью, с новым актерским составом. И здесь все получилось, да, все хорошо, и ребята молодцы, молодежь, и старшее поколение, которое участвует в этом спектакле, тоже как-то мы так сработались, в общем, в этом спектакле. И еще одна, ну, 25 сентября будет «Горе от ума» у нас, да, выступление ваше. 26 сентября комедия «Чужой ребенок» Василий Шкваркин, режиссер Сергей Бурлаченко. И здесь немного расскажу, да, вот, что молодая актриса репетирует роль женщины, ожидающей ребенка. Дочная соседка случайно услышала реплику подруги об интересном положении и разносит эту весть по всему поселку. Вот, ну, это комедия. Это комедия, да. Да, расскажите немного, кого вы играете. Ну, это комедия, я не знаю, как это, комедия, ситуация, вот, ситуация произошла. Да, комичная ситуация. И жизненная, кстати, очень даже, ну, в чем-то. Вполне, ну, если в жизни, может быть, можно было намного сделать проще, ну, а здесь получился целый спектакль, в общем. Ну, такая ситуация, да, девушка репетировала какую-то сцену из спектакля, где она говорит, что вот мой ребенок, там все, все услышали. Кто-то не тем ухом услышал, кто-то еще что-то. И, в общем, все разнеслось. И все, все узнали, что она беременна. И приняли ее всерьез. И она, самое главное, никому ей не говорит, что не пытается доказать. Вот, она как-то восприняла, потому что все ее сразу начали осуждать, и она это восприняла сразу в штыки. И вот думает, ах-так, ну, тогда я вам сейчас докажу, что можно и по-другому. Ну, и, в общем, на этой всей ситуации, точнее, вокруг этой ситуации происходят все эти вот эти комичные моменты. Такая очень легкая комедия. Не знаю, я обожаю этот спектакль, потому что в этом спектакле я прям балуюсь. Да? В кого играете? Ну, я вот одного из этих, который за ней ухлестывает, за главной героиней. Все, ей в женихи хочется попасть, а не получается. Потом он же узнает, что у нее, оказывается, и ребенок, из-за этого расстраивается там, в общем. Он же, это я же и разношу эту всю, по сути, эту информацию о том, что у нее ребенок, всем рассказываю. Я так понимаю, эта комедия тоже, скажем, слангом зашла зрителям? Да, но она... У вас пользуется популярностью, потому что, в принципе, такие постановки, они должны быть. Да, легкие, легкие. Чтобы прийти, расслабиться, отдохнуть. Да, конечно, зритель приходит в первую очередь расслабиться, получить удовольствие. Есть проценты, которые хотят прям прийти, вот, говорят, давайте, я хочу прям ощутить катарсис. А есть люди, которые просто хотят, не хотят, вот это и так целый день на работе устают, и вот хотят просто прийти, расслабиться, посмеяться, чтобы ничего сложного, все было понятно максимально. И при этом не затянуто, все очень динамично, быстро и весело. Это спектакль на русском языке. Если первый у нас на калмыцком, с синхронным переводом, да, на русский, то этот полностью на русском. Это на русском, да. 27 сентября, историческая притча «Айраты, мои айраты». Это режиссер Борис Манжиев. Тот же самый, что у нас «Горе от ума». Расскажите немного про эту постановку. Да, ну это, конечно же, исторический спектакль про времена, когда Монголия была раздроблена на различные мелкие ханства, а мы, калмыки, выходцы из Монголии же, ну исторически. Вот, и это вот одна из историй таких, когда, ну, как всегда, вот если исторически, всегда же сразу понятно про что. Про войну за престол. Всегда за что-то, за власть, власть, власть. И вот все к власти хотят. И, по сути, спектакль об этом. Потому что все проблемы, все, что там происходит, все плохое, все из-за власти. Как ваши зрители к этому спектаклю? Да, ну, у нас ходят, любят, у нас исторически любят, особенно молодежь, я думаю. А, наоборот, молодежь. Кстати, молодежь, да, потому что сейчас молодежь тянется к тому, чтобы знать свою историю, происхождение свое. Вот, и многим интересно, когда мы ставим какие-то исторические спектакли, и всегда туда приглашают даже целые классы, школы приходят, чтобы как-то узнать больше про свою историю, про свой народ. Потому что история – это тоже своего рода богатство, тем, чем мы гордимся. Ну, слушайте, очень-таки три разных постановки, коммерция, классика, да, и вот исторические. То есть, в принципе, каждый может, ну, по душе выбрать то, что ему понравится, прийти, посмотреть. Первый раз, ну, еще раз повторюсь, да, в начале эфира, говорят, что в 2020 году у нас жители наши увидели спектакли уже на нашей территории, да, Калмыцкого театра. Это в рамках федеральной программы «Большие гастроли», межрегиональная программа. Вот. Вы в 2020 году приезжали, как раз тоже впервые у нас были, да? Вот тогда я впервые был, да. А помните, когда, ну, какие постановки были тогда на тот момент? Что-то было тоже? Так, если я не ошибаюсь, был спектакль «Я, Будда» Борис Манджиев, «Араш» Борис Манджиев. И, скорее всего, так, «Калмыцкая свадьба». И что-то третье еще было. Что-то было третье, да, «Калмыцкая свадьба», скорее всего, я так понимаю, тоже Борис Манджиев. Все три его спектакля. А помните, как наши зрители, ну, так скажем, в первый раз, в первый приезд? Ну, вроде бы ничем не кидались. Ну, какие-то отзывы там в конце, что-то. Все равно же видно, как зал воспринимает, ну, вот этот контакт со зрителями был. Вот я сейчас пытаюсь вспомнить, а это как будто во сне как будто было. Я как будто пытаюсь сон сейчас вспомнить. То, что было, приезжали, помню, как воспринимали, но вроде бы хорошо, потому что у меня никаких впечатлений точно хорошие, ничего плохого я с тобой не увез. Но, может, подходили, или, бывает, подходят после спектакля, что-то говоря, такого не припомнить? Ну, ко мне, может, не подходили, может, кому-то подходили, мне не говорили. Может, к режиссеру, да, может, к режиссеру, скорее всего, наверняка говорили. Да, конечно, да. Вот вы, получается, у нас в Абакане, в Хакасии уже в который раз? Третий или больше? Третий. Третий, потому что были еще в 23-м году. Вот осенью, да, просто осенью был. Да, и театр принимал участие в первом международном театральном фестивале спектакля «Малый форум» Читэгенфест и завоевал призы. И в том числе и вы лично, да, получили? Приз за лучшую мужскую роль я взял. Это в каком спектакле? «Чудесная планета» – это, ну, моноспектакль, можно сказать. Нас двое вообще, еще моя коллега, девушка, работает. Ну, в общем, на двоих спектакль такой мини. В общем, были у нас, вы приехали в третий раз. Немножко поделитесь впечатлениями о Хакасии, потому что раньше вы сказали, что не бывали до того, как начали гастролировать с постановками. Какое первое было впечатление, когда в 2020 году приехали, где побывали, что, может быть, очень поразило, удивило, заинтересовало? Заинтересовал пейзаж, эта природа. Такое, не сказать прям, что прям большие. Ну, я имею в виду, я далеко прям не уезжал в Хакасию. А где были? Насколько я знаю, Хакасия, она бывает и горная, и степная тоже. Да, а вы что видели? Нет, мы… Где побывали, в городе? В городе были, мы были в музее, точно я помню. Мы ездили вот здесь, которые за городом, на холл поднимаешься, и там, если не помню, памятник о Великой Отечественной войне, кажется. А, на Самохвале, наверное, это были? Да, наверху, я помню, забирались мы. Ну, то есть, как бы, рядышком с городом были сильно, по республике себя не путешествовали. Да, мы так далеко не по республике не путешествовали. Ну, я думаю, у вас еще все впереди. Ну, а что? Ну, очень, не знаю, мне, я не знаю, я вот всегда, такое расскажу, наверное, свое, детское, наверное, всегда, с детства, всегда нам говорили, что мы, вот, выходцы, вот, мы живем сейчас в Калмыкии, где она сейчас находится, в России, и, что исторически наши предки жили совсем в других краях. И я эти края вот представлял, и вот, когда я в Хакасию приехал, я почему-то увидел, что я вот именно так ее и представлял. Вот что-то похожее на степь, но при этом как будто еще и с большими холмами. Я просто не разбираюсь, у нас степи просто, поэтому я... У вас еще степи? Ну, это не горы, а? Ну, у нас, получается, да, есть районы степные, есть и горные местности, тайга, ну, то есть, ну, меняются, да, так скажем, лошадки. А у нас просто степь. Ну, в принципе, есть что посмотреть, если вам попутешествовать по республике, заповедные места какие-то очень... У нас? Нет, у нас. А, у вас, у вас точно, я уверен, есть. Вам просто это, чтобы все это смотреть, это очень много времени надо, потому что мы живем в Хакасии, и мы сами много еще где не были. Я видел много фотографий, где горы, что-то такое, что-то красивое, я не помню, это очень местность красивая, это как будто прямо из земли просто скала такая прямая, отвесная. Ну, то есть, еще много мест, где не были, еще только начинаете, в принципе, постепенно, вот, можно приезжать на гастроли и потихонечку путешествовать. Вот осенью я был на... возили на ГЭС, на Саяно-Сушинскую ГЭС, Кёк, который юрточный, да, комплекс, Кёк называется, правильно ли я говорю? Ну, да, скорее всего. Такие деревянные они, как юрты, такие комплексы, там мы были. Смотрите, еще недавно театр наш Читаген приезжали к вам, то есть у нас такие обменные, да, происходят процессы, вот, приезжали с постановками, и они тоже не первый раз, они тоже уже несколько раз были. Как ваша публика воспринимает, в этот раз они привезли тоже, по-моему, три, да, спектакля? Да. Три постановки, это было «Бахай-Пахта», «Сквозь снег» и концертная программа, да? Да. Как вообще ваша публика? На ура. Потому что... На каком языке, кстати? Ну, там, на хакасском с переводом, да? Да, на хакасском. Тоже синхронным переводом, да? Тоже синхронным переводом, и все было понятно, особенно «Бахай-Пахта» – это просто шикарный спектакль. Я посмотрел и влюбился в него лично, я сам посмотрел, и просто был в шоке от постановки. А что у вас что удивило, что понравилось? Вообще все, от режиссура до актерских работ, мне кажется. Сергей Потапов ставил, это шикарный, я считаю, вообще один из лучших, наверное, режиссеров у нас в России. Вот. И увидеть его спектакль для меня было вообще такой большой радостью. И я думал, что, ну, бывает же, режиссеры ставят, и вот чересчур как-то по-режиссерски они там видят этот мир, и так ставят, что сидишь и думаешь, какой же я тупой и не понимаю. Здесь же было все так же шикарно вот так вот поставлено, но при всем при этом очень понятно. То есть понятно, и при этом со вкусом, все это оригинально, все это как-то необычно. И вполне понятна вся история. То есть я, хотя слушаю с синхронным переводом, хотя обычно иногда бывает, синхронный перевод мешает иногда, но я просто погрузился и до конца не отпускали меня. Сквозь снег. Такой очень глубокий философский спектакль, что-то про одиночество, что-то... Я вышел оттуда немножечко с каким-то осадком даже, тема одиночества для меня очень такой вопрос. Есть потом о чем поразмышлять, да? Да. Вот после него, если после Абаха и Пахта я вышел прям вот какой-то заряженный, что-то прям я искрился весь, то есть я к вашим артистам подбегал, говорил, какой хороший спектакль, какие вы шикарные, то после «Сквозь снег» я почему-то вдруг как-то помолчать захотелось. Посидеть и потом... Такие спектакли на самом деле тоже важно отсматривать. Бывает на таких, потому что заставляет задуматься о жизни, какие-то выводы, что-то переосмыслить, да? Ну, поэтому важно. Что-то для себя какие-то вопросы задавать начинаешь, понимать что-то... Не то, что понимать, а, по крайней мере, на что ты начинаешь обращать внимание. То есть спектакль он еще и дает тебе, как бы направляет твой взор туда, куда ты ни разу в жизни не смотрел. И вот пришел, посмотрел спектакль, и вдруг для себя такой думаешь, хоп, точно. Найти ответы на какие-то важные вопросы. Да, вот он, вот вопрос, который меня мочил. Просто я не мог его, видать, как-то сформулировать. И вот посмотрел спектакль, вдруг для себя понял, вот что в чем у меня все. Это, знаете, практически то же самое, что иногда сходить к психологу, который тебя подтолкнет на какому-то ответу. А здесь спектакль подскажет, как поступить в той или иной сложной ситуации. Все так завуалировано, сам человек до этого доходит. Вообще же, работа актера, допустим, над ролью, не буду говорить к режиссерам, потому что это другая все-таки профессия. Но вот, допустим, актерскую профессию можно сравнить, мне кажется, с профессией психолога. Потому что мы, когда работаем над ролью, мы же именно психологию выстраиваем своего героя. Почему он так поступает? Чем больше ты в своей роли задаешь вопросов, тем лучше роль, тем она глубже. А если вы не можете, ну, не получается в какие-то моменты найти ответ, помогает режиссер? Да, нет, естественно, конечно. Он подсказывает, да, и поясняет какие-то поступки, да? Во-первых, да, во-первых, у режиссера есть великая задумка. Вот, и все-таки он как военачальник, он все-таки направляет. Мы как бойцы уже идем и выходим на сцену. И поэтому, да, есть вопросы, где ты не можешь. Да-да, даже если ты найдешь ответ, все равно нужно с режиссером эти вопросы как-то вместе решать. У нас менее трех минут до окончания эфира. И в завершении такой вопрос, не знаю, захочется на него отвечать или нет. Есть роль, которую хотелось бы сыграть, о которой мечтаете? Быть может, это кто-то из классиков, да? Быть может, еще что-то. Ну, наверняка есть. Нет, у меня нет такого, нету понятия, в принципе, какую роль. Я жадный до ролей. Я всегда голодный актер. Меня приучили в институте, всегда говорили, что артист должен быть голодным. Я это воспринимал, конечно, в институте в прямом смысле. Думал, что нельзя есть перед занятиями. После обеда всегда придешь или ленность какая-то. Но сейчас я еще понимаю, что да, и это тоже. А также и голодным все равно должен быть. Всегда должно быть не хватать. Поэтому какие роли? Да пусть будут, главное. То есть вам не важно? Не важно, честно, не важно. Ни маленькие, ни большие. И главное, чтобы давали. Потому что придет время, и не будут давать уже. Вот тогда уже будет грустно. А у нас профессия такая, что однажды это время придет. Давайте у нас минут осталось пригласим. Да. На спектакль. Приходите. Наши зрители. Почему надо прийти? Почему надо прийти? Ну, познакомиться с калмыкией, с нашим характером, с нашим менталитетом. Услышать наш калмыцкий язык, нашу культуру. Ну, и просто для всех любителей театра, я думаю, будет приятно увидеть и что-то новое посмотреть. И тем более «Горе от ума» действительно. Классику. Да, классика. Классика очень. Очень так любима нашими, ну, зрителями по всей стране. В общем, завершаем наш эфир. Вам хорошо отыграть, желаю. Спасибо. Обязательно к нам еще приезжайте. Посетите как можно больше красивейших живописных мест в Хакасии. Друзья, мы с вами не прощаемся. Далее прямой эфир. Первый заместитель главы города Владимир Жуковский. Оставайтесь с нами.